МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Государственный кэшбэк. За что можно получить налоговый вычет? Тихосмотр и ответственность за нарушение скоростного режима. Какие изменения ждут автомобилистов в этом году? Растем. О резком подъеме числа заболевших рассказала главный санитарный врач Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. На третьей неделе января на территории Нижегородской области регистрируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 46% и на 70% COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. Обращение главного санитарного врача Нижегородской области в нашем следующем репортаже. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но больше всего подвержены вирусам дети от 7 до 17 и взрослые от 30 до 49 лет. Это закономерное течение эпидемических процессов после новогодних праздников, пояснила главный санитарный врач. В связи с этим очень актуальны все меры, которые рекомендует Роспотребнадзор в плане профилактики респираторных инфекций. В частности, по коронавирусной инфекции самая основная мера профилактики – это вакцинация. И поэтому управление Роспотребнадзор Нижегородской области рекомендует всем, кто не привит за последние полгода или переболел и прошло уже более полугода, или вы привились уже прошло полгода, сделать ревакцинацию. Все чаще болеют дети, однако групповых случаев заболевания в отдельных классах пока нет. В случае регистрации заболеваемости респираторными инфекциями в образовательном учреждении управлением Роспотребнадзора вводятся ограничительные мероприятия. На 25 января в 14% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и COVID-19. 47 школ области закрыты на карантин. Ситуация в школах нарастает, и необходимо соблюдать строгие меры по приему детей. В частности, ни в коем случае не допускать детей с признаками респираторных инфекций. И это должны контролировать как в самой школе на входе в фильтр, так и сами родители отпускать детей в школу с утра. Пожалуйста, отмечайте состояние ребенка, по которому он идет. Термометрия на входе, разное время начала первого урока, проведение перемен, несколько входов в школу, соблюдение режимов проветривания помещений и режимов дезинфекции. И главное – отмена любых массовых мероприятий. Все это требования Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. В школах также должен соблюдаться масочный режим среди персонала образовательного учреждения. Это также позволит сдерживать распространение инфекции. И всем руководителям образовательного учреждения рекомендую провести ревизию привившегося на статус своих сотрудников, как педагогического состава, так и обслуживающего персонала. Тоже именно с целью своевременной ревакцинации и сдерживания инфекции в учреждении. В Нижегородской области закончилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Привито против гриппа порядка полутора миллионов нижегородцев. Это 48,8% от населения области, в том числе более 260 тысяч детей. В регионе продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19. На базе поликлиник можно сделать прививку по предварительной записи. Поликлиника номер 1 95511 95549 и вторая поликлиника 95262 95577. Практически любой гражданин РФ может получить налоговый вычет за покупку жилья, а также вернуть часть денег, потраченных на лечение, обучение и даже занятие спортом. Как это сделать, расскажем далее. Занятие спортом теперь полезно не только для здоровья, но и для кошелька саровчан. С этого года можно получить новый социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Для получения этого вычета необходимо соблюдать, необходимо, чтобы организация именно предоставляла услуги, которые перечислены в перечне видов услуг. И организация входила в перечень организаций, которые размещены на сайте Министерства спорта. Таких организаций в Российской Федерации 3836. В Сарове пять таких организаций – это спортивные школы Саров, ИКАР, ШОР, АТОМ, а также ООО «Профит» и ООО «Профит-2». Для получения вычета необходимо предоставить договор с этими организациями, лицензию, а также документы, подтверждающие оплату. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами – на лечение, обучение самого налогоплательщика и прочее. Социальные вычеты включают в себя вычеты на благотворительность, вычеты по расходам на обучение детей, вычеты по расходам на обучение самого плательщика, вычеты по договорам медицинского страхования, страхования жизни. Предельную сумму годовых затрат для всех социальных вычетов – 120 тысяч рублей – законодатель пока оставил на прежнем уровне. В то же время вышеупомянутые 120 тысяч не включают затраты на обучение детей и подопечных в размере не более 50 тысяч рублей в год на каждого обучающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей, а также на дорогостоящее лечение. Размер вычета на дорогостоящее лечение не ограничен. Еще один вид вычетов – имущественный. Он включает в себя расходы на приобретение жилья и расходы на уплату процентов при привлечении, при покупке жилья кредитных заемных средств. Каким образом можно получить этот вычет? Вычет можно заявить по декларации, направив ее в налоговый орган. Декларацию можно представить налоговый орган лично, либо можно направить из личного кабинета налогоплательщика. Возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. По всем вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37-8-800-222-22-22. Полное интервью о других видах налоговых вычетов, а также возвращении средств в упрощенном порядке смотрите в нашей рубрике без комментариев. Поликлиника номер один приглашает своих пациентов, перенесших COVID-19-2 и более месяцев назад, пройти углубленную диспансеризацию и курс санаторно-курортного лечения в санаториях Федерального медико-биологического агентства по бесплатным путевкам. Записаться на диспансеризацию можно самостоятельно на официальном сайте КП-50, либо по телефону колл-центра 95511. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пять нижегородцев, обладателей пушкинских карт, в январе получили по 5000 рублей на ее баланс, написал в своей странице Инстаграм губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Потратить эти деньги можно в течение всего года в 113 культурных организациях региона. Уверен, каждый найдет что-то для себя, написал глава региона. А с 1 февраля 2000 из зачисленной на карту субсидии можно будет потратить на билеты на российские фильмы в кинотеатрах. В рамках реализации национального проекта образования с 9 по 11 февраля на базе детского технопарка «Кванториум Саров» пройдет межрегиональный IT-хакатон IT Skills. Школьники из России будут погружаться в процессы разработки и развития современных информационных систем и технологий посредством решения реальных производственных задач. Победители определяют в номинациях «Лучший IT-продукт» и «Лучшая мобильная разработка» по семи трекам от организаций-партнеров. Подробности можно узнать на официальной странице «Кванториум Саров» в соцсети ВКонтакте. С 2022 года вступили в силу важные изменения, которые затронут всех водителей. Одни из них – это отмена обязательного техосмотра и ужесточение наказания для правонарушителей. Подробности далее. В тюрьму за превышение скорости. Изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в этом году, ужесточают наказание за нарушение ПДД. Выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км в час теперь могут повлечь за собой крупные штрафы или лишение свободы. Довольно-таки серьезная уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением либо лишения права управления, либо с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет, либо даже с лишением свободы до 2 лет. За повторное правонарушение автомобилисту может грозить штраф до 500 тысяч рублей, лишение прав на срок до 6 лет или лишение свободы до 3 лет. Кроме этого, изменились и правила проведения техосмотра. Теперь в обязательном порядке его не нужно проходить с собственником легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Но есть одно условие – такой транспорт нельзя использовать в служебных целях и предоставлять на нем услуги. Если раньше прохождение технического осмотра было для них обязательным, то сейчас собственники транспортных средств, физические лица, с года выпуска которых прошло более 4 лет, обязаны проходить техосмотр лишь в случае вынесения изменений в конструкцию транспортных средств, либо в случае изменения собственника. Для тех владельцев, для которых техосмотр останется обязательным, с 1 марта вступит в силу штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты. В Молодежном библиотечно-информационном центре состоялся первый тур Доброй Лиги интеллектуальной игры «Что, где, когда». Подробности далее. Кстати, как в Европе называли конек этих преступников? Чем неожиданней вопрос, тем интереснее найти на него ответ. Именно этим игра «Что, где, когда» привлекает эрудитов по всей стране. Популярно это интеллектуальное развлечение и в Сарове. Поэтому здесь регулярно проходят соревнования по ЧГК. На днях состоялся первый тур Доброй Лиги. Сегодня у нас проходит так называемая Добрая Лига, девиз которой вопросы понятны всем, с ответными знакомыми каждому. Здесь мы подбираем такие вопросы, где не требуется каких-то глубоких разных знаний, потому что в другом современном спортивном «Что, где, когда» иной раз такие знания требуются. Денис Калашников состоит в команде «Манускрипт Вонича». Название посвящено рукописи, созданной неизвестным человеком, написанной на неизвестном языке. У молодого человека богатый опыт участия в «Что, где, когда». У меня опыт участия, наверное, начинается в 2002 году, давненько уже. Играли в институте. Мы тогда первый раз нас собрали, команду. Ну, показалось это интересным. Несколько лет мы поиграли, потом, ну, как-то это все затихло, будучи в НЕФе. Я узнал, что опять организуются такие встречи. Клуб есть городской, по что ли, когда. И уже стал ходить туда. «Манускрипт Вонича» стал одним из победителей турнира. Звание лидера с ним разделила команда «Одинокий пастух», которая состоит всего из одного человека – Никиты Баринова. Всего в «Доброй Лиге» приняли участие шесть команд. Актуальная информация о времени и месте туров ЧГК есть в сообществе ВКонтакте «Что, где, когда» в Сарове. Для того, чтобы попасть в одну из самых романтичных стран Европы, не обязательно заказывать билеты и ехать в аэропорт. Маленькая Франция есть в Сарове и базируется на в Молодежном библиотечно-информационном центре. В клубе учат язык, знакомятся с культурой, литературой и традициями. Вступить в него может любой желающий абсолютно бесплатно. Подробности далее. Клуб французского языка в Сарове существует более 20 лет. Сюда приходят горожане разного возраста и профессий. Здесь они изучают культуру французского языка, фонетику, грамматику и многое другое. «Специально к занятию я просто подбираю какой-то материал. Когда приходят люди, то я смотрю на их состояние. Бывают такие люди приходят, что они с работы очень устали. И они просто пришли, потому что их тянет сюда. Но они, например, не могут сегодня сосредоточиться. Бывает, особенно это в конце года, в конце учебного года. Тогда мы больше берем на чтение, больше каких-то игровых у нас есть. У нас даже есть дни, которые просто посвящены, когда мы собираем карточки, какие-то пазлы, для того, чтобы мозг просто отдохнул». Обучают в клубе по специальным бумажным учебникам. Книги в библиотеку присылают французские друзья из Минастыря Бюсси. Сейчас на полках стоят более тысячи книг. «Книги на французском языке невозможно купить. Не только потому, что они ужасно дорогие, а просто их в наличии нет. То есть есть какие-то учебные пособия, адаптированные книги, учебники. А вот, например, собрать в течение Бальзака или, например, нациклопедии по Парижу. Откуда мы возьмем в России такое? Но нам наши французские друзья, они нам несколько лет подряд слали посылки». Сейчас в клубе по книгам Франции обучаются шесть человек. Все они приходят сюда провести с пользой свой досуг. Марина Шишова о клубе узнала от своей старшей дочери и ходит сюда уже больше трех лет. «У нас компании разные, у каждой свои цели. Кто-то хочет достичь высоких успехов именно в изучении языка, для кого-то это очень интересное времяпрепровождение. И мы узнаем культуру другой страны, узнаем друг друга, потому что мы общаемся. Проводим тематические вечера, узнаем интересное что-то о культуре Франции, о народе, о поэтах французских. То есть здесь все вместе, не только язык. Кому-то нужно общение и информация о стране, кому-то нужен уровень языка. Поэтому мы все разные, каждый со своими целями, но нам нравится быть вместе». Весной участники клуба французского языка готовятся провести романтический вечер. Он будет посвящен композитору Мишелю Леграну. Участники весь вечер будут разговаривать на французском языке. На мероприятие приглашают всех желающих. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону 94417-94426. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!